В эфире программа тема дня на Юэй Крым, студия Александр Шульга. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Коктебельском джазовом фестивале и его проблемах после аннексии Крыма. Наш гость Лилия Млинарич, президент Коктебель Джаз Фестивал. Здравствуйте, Лилия, спасибо, что пришли. Но сначала немножко истории. А история Коктебель Джаз Фестивал началась на берегу Черного моря 15 лет назад. За это время фестиваль успел принять более 3000 музыкантов и не менее 500 тысяч посетителей. Свои первые большие концерты здесь отыграли Джамала, Харпис и другие популярные артисты. Коктебель Джаз Фестивал стал местом встреч и местом силы для тысяч творческих людей из разных уголков Украины, России, Беларуси и стран Европы. С 2014 года Коктебель Джаз Фестивал дважды сменил локации и в прошлом году обрел новое место под солнцем в городе Черноморск, Одесская область. Я подозреваю, что и на старом месте Коктебельскому фестивалю было хорошо, но вот обстоятельства сложились так. Вот насколько было тяжело принять решение о переезде? Ну, собственно говоря, это было решение, от которого мы не могли отказаться, потому что на момент 2014 года у нас уже были подписаны договора с музыкантами. У нас были грантовые программы, то есть это означает, что американские, европейские музыканты подтвердили свое выступление, британские музыканты. У нас было разрешение на проведение всех мероприятий, потому что мы большой АПНР, и это целая такая по законодательству процедура получения этих разрешений. И у нас было продано на тот момент 2500 абонементов на весну 2014 года. То есть предпродажи. Предпродажи. Да, уже были предпродажи. И это украинские фестивали. Мы точно знали, что 75% публики это украинцы. И для нас не было другого, ну, собственно, решения, как искать себе новое место на материковой части Украины. К сожалению, там осталось оборудование, к сожалению, там остались... Не дали вывезти или... Не дали вывезти. Мы три месяца пытались, не дали вывезти. Ну, есть как есть, да, и в первый год фестиваль нашел такое место в Затоке. Ну, она стала вообще очень популярной. Ну, да, теперь уже, да. Тогда они были удивлены, потому что особенность Сидесской области, это в том, что, как когда-то в Крыму, рано заканчивается короткий курортный сезон. То есть они 2 сентября закрывали обычно все свои пансионаты, а мы приехали к ним 11 сентября. Они даже не ожидали, что порядка 5000 людей приедут в это время в Затоку. И так оно и было. Сейчас Черноморский. Почему Черноморский? Потому что, понимаете, любовь должна быть взаимной. Не может Open Air, ни один ивент не может проходить без взаимодействия с местными властями. К сожалению, 2 года в Затоке такая сложная ситуация с поселковым советом. Я думаю, что и у вас на канале об этом много говорили. Там все время были какие-то процессы, и нам не удалось договориться с поселковым советом, и нам не дали разрешения. Нам пришлось искать такое новое место, и нам Черноморск пошел навстречу. Вот какая-то концепция вообще ваша изменилась, основная фестиваль, или просто поменялась локация и все? Ну, смотрите, мы всегда себя уже несколько лет... Мы любим вопрос от журналистов, где джаз, на джаз, как ты бели. Так вот, на самом деле, концепция все та же. В этом году уже было 5 сцен, в прошлом году 4. Это совершенно разная музыка, которая носит импровизационный характер. Она может быть джазовая, она может быть ворф-мюсик, она может быть еще какая угодно. И, безусловно, вот эта концепция не поменялась. Поменялась, например, поскольку фестиваль возник для того, чтобы помочь музею Волошина в Крыму и в Коктебеле, и с этой задачей он справился в первые 5 лет своей жизни, то у нас была всегда такая волошинская джазовая сцена прямо в саду дома-музея, и все, естественно, сборы шли на поддержку музея. Вот в этой части мы, конечно, уже не выполняем своих функций, потому что, ну, подождем, пока вернемся в Крым. А какие-то еще новшества есть, если концепция осталась? Да, у нас в этом году появилась, в силу того, что впервые в Черноморске мы организовали палаточный городок, потому что мы впервые попали в ситуацию, когда не хватает мест для наших посетителей в самом, ну, в самой локации, потому что Черноморске это не курортный город, это портовый город. В Затоке было много, она, собственно, всегда как курортный поселок развивалась. Нам пришлось организовать палаточный городок, он был успешен, и в этом году мы там поставили кемпстейш. И это позволило нашим посетителям общаться с музыкантами прямо непосредственно, вот буквально на расстоянии вытянутой руки. Музыканты показывали какие-то... То есть стоять вместе в душ там в очереди. Да, например, тоже, да. И это тоже был какой-то такой, знаете, дополнительный, ну, романтика, что ли. Какие вот еще, вы сказали, ну, любовь должна быть взаимной, вот в Затоке там были проблемы, в Черноморске вот у вас вроде любовь взаимная, но там все-таки инфраструктура не так развита. Самая главная проблема, это вот инфраструктурная неготовность? Ну, безусловно, потому что мы сейчас, локация обосновалась на заброшенной такой, знаете, абсолютно неэксплуатированной турбазе Черноморского торгового порта. И это очень много денег на то, чтобы хотя бы на 4 дня обеспечить посетителям какую-то безопасность и необходимые там хотя бы санитарно-гигиенические условия, да. То есть, безусловно, вот это очень сложно, и нам не хватает в этом поддержки, потому что понятно, что ты вот эти затраты ни в какие билеты, ты их, извините, не впихнешь. Это просто, ну, как бы посетитель считает, что оно должно быть, с другой стороны. И в стране такая ситуация, и наша публика, эта публика очень активная, молодая, они еще не настолько готовы платить какие-то бешеные деньги за билеты и абонементы, но очень хотят тоже услышать новую музыку. Кстати, вот о абонементах, о деньгах. Вот на сколько изменилась цена по сравнению с до аннексии в 2013 году, ну, и скачком доллара? Ну, вы знаете, мы всегда где-то придерживались. У нас абонемент стоил до аннексии, на вот джазовую цену, там тоже были абонементы, около 100 долларов, ну, если в эквиваленте говорить, и на цену около 70. Сейчас это все дешевле, мы живем в другой стране. То есть стало дешевле по сравнению с джазами? Стало дешевле, да. Ну, если в долларом эквиваленте... Ну, если в долларовых абонементы были 1200 гривен, ну, считайте, что там, ну, чуть даже меньше 50 долларов, да. Билеты на дни, когда мы активно, это была политика фестиваля, два дня у нас была очень активно и представлена украинская музыка, билеты стоило 200 гривен. А вот вы сказали, что три четверти до аннексии Крыма, вы понимали, что это будут украинские граждане. Сейчас как изменилась пропорция, вот украинские, не украинские граждане? У нас произошло замещение таким образом. У нас вырос процент украинцев, которые покупают билеты, поскольку у нас электронная продажа билетов, у нас есть оператор, мы, как бы, фестиваль сам не торгуют билетами, но зато есть вся информация. У нас примерно 80, это по-прежнему жители больших городов, но увеличилась доля людей, приезжающих на фестиваль с Львова, Винницы, ну, это понятно, Одесса ближе, да. Появились молдаване, которых раньше не было. Ну, им вообще рукой подать. Да, появились румыны, словаки, и появилось большее количество белорусов. А россияне, вот они как, как они раньше ездили, как они сейчас ездили? Россиян было больше, конечно же, потому что всегда это было процентов 20, но мне было очень приятно увидеть в этом году на 15-м юбилейном фестивале две такие делегации, одна из Коктебеля, 20 человек приехала. Они подошли, поздоровались, подарили подарки, рассказали о чем-то, что у них было. И из Крыма тоже, из Симферополя приехало человек 100. Ну, это бывшие украинские граждане, которые... Я думаю, что да. А вообще, насколько, вот вы сказали, что у вас молодежь, у вас активная публика, вот насколько вам удалось сохранить этот костяк, который раньше ездили, или привлечь новых? Вообще, количество людей выросло или упало? Количество людей меньше. Это тоже можно понять, потому что все-таки для нас, как переехавших, да, например, ну, может, нам не хватает, действительно не хватает иногда и рекламы дополнительной, потому что, ну, далеко не все наши, постепенно они на четвертый год уже стали узнавать, что мы все-таки есть, мы находимся на материковой части Украины. А первые два года были такие, знаете, а что, вы еще живы, честно. Вот, поэтому сейчас количество, конечно, меньше, но, правда, фестивалей хороших стало больше. Я считаю, что за четыре года Украина существенно нарастила вот такой качественный фестивальный контент, качественный музыкальный контент. Знаете, у всего есть две стороны. В этом смысле украинской музыке повезло. Вот, кстати, про Коктебель Джаз Фестивал, который вот остался вроде бы там, в Крыму, да, то есть... Ну, он по-другому называется. Он по-другому называется, но насколько вот он смог перетянуть на себя зрителей, вообще успешный ли он, по вашим оценкам? Так, без ревности, вот, объективно. Ну, я знаю, что фестиваль там проходит, три года подряд он проходил ровно в те же даты. Вот просто мы объявляли дату, через 12 часов объявлялась дата того фестиваля. В этом году, когда мне позвонили российские СМИ, я сказала, ну что ж, отлично, если повторится прошлогодняя история, мы прямо со сцены объявим, что в этот день, Коктебель, вместе с нами празднуют День независимости Украины. И удивительно стало с 18 по 23 фестиваль этот прошел, ну так бывает. Наверное, совпадение. Ну, как говорит один ведущий, известный в России, совпадение не думает. Совпадение, наверное. Фестиваль тут, фестиваль по лайнапу сохранил такую классическую джазовую историю. Они не объявляют лайнап, потому что очень было несколько скандалов, связи с приездом туда, американских музыкантов, при том, что и посольство США, и Госдеп США предупредило о том, что оказание подобных услуг даже в виде гастроли в Крыму противоречит санкциям США, а джаз все-таки родина у него США. Вот, все-таки там много... Лайнап выглядит, знаете, как российско-израильский коллектив, российско-японский коллектив. Мы только потом, постфактум, узнаем, что кто-то был, да, ну, поймем. Поэтому у нас немножко другой контент, поскольку пять сцен — это пять сцен, да. И у нас всегда был упор на пропаганду украинской музыки. Поэтому, я думаю, этим мы сильно отличаемся, это уж точно. А вообще, насколько вот этот статус Крыма как оккупированной территории, вот он останавливает зарубежных артистов? Вот он останавливает? Останавливает. Для многих, например, у нас был случай, мы абсолютно о нем честно говорим, в 2015 году, когда мы второй раз были в Затоке, группа, которая у нас выступала, группа «Дефас», получила приглашение от того фестиваля. Им даже пообещали вдвое больше гонорар, чем обычно. И менеджер позвонил нам, и мы ему переслали документы, которые говорят о том, что это возможно, если они едут через Москву или Минск, или как-то еще, то это будет нарушением санкционной политики, что они могут быть привлечены к ответственности по украинскому законодательству, что и группа отказалась. А вообще, насколько за рубежом, скажем так, не путают, вот ваш оригинальный как-то билет джаз-фестиал и вот то, что там осталось? Вы знаете, наверное, нам немножко в этом смысле проще, потому что нас поддерживает Министерство иностранных дел Украины. В этом году прошел, кстати говоря, Open Air в виде Министерства иностранных дел, где было три министра иностранных дел в виде припаде джаз-коктебеля. Поэтому с помощью МЗС мы имеем возможность в европейских и не только странах говорить о том, что мы вот тот самый как-то билет джаз. А вообще это торговая марка? Да, это зарегистрированная торговая марка, причем не только по законам как Украины, так и международным, так и российским. Она зарегистрирована, джаз-коктебель, как название, и бренд зарегистрирована с 5-го года, а коктебель джаз-фестивал с 11-го. Ну вот давайте немножко вернемся на самое начало аннексии, вот когда вы поняли, что оно не получится. Вам поступало предложение от российской стороны? То есть давайте работаем так, как и работали? Да, поступало. Я не буду комментировать, но поступало. Поступало, да? А вообще, как вы считаете, возможно, вот там, ну вот этот фестиваль, который там, да, вот его, ну скажем так, конкурирование с вами, реальное конкурирование? Вы знаете, мы, наверное, не конкуренты. Во-первых, у нас разные источники финансирования, да? Хотя бы потому, что этот фестиваль находится внутри бюджета, организуется очень крупная российская вещательная компания. Он как бы... То есть это за государственный счет, фактически? Да, да, да. Мы же частная инициатива, фестиваль как возник, как частная инициатива, так и существует, как частная инициатива. В этом смысле, ну, не конкурирует. То есть никаких государственных денег? Нет, никогда. А почему никогда? Ну, потому что мы один раз попробовали получить грант, прошли тендер, а потом уже, когда до фестиваля оставалось меньше трех недель, Министерство культуры, это было давно, в 2008 году нам сообщило, что денег не будет. И мы были вынуждены, до 2008 года фестиваль был бесплатный, то есть он был публичным полностью. В 2008 году мы были вынуждены начать продажа билетов. Ну, может быть, это и хорошо, знаете, это для развития фестиваля было хорошо. Вообще, вот насколько среди украинцев вот это музыкальное направление, да, вот джаз все-таки, вы сказали, что не только джаз, но вот все-таки называется он джаз-фестивал. Насколько вот оно востребовано среди украинцев, вот по вашему наблюдению? Вы знаете, ну, сейчас это, безусловно, нишевая музыка, но ее слушает все больше людей, потому что это музыка, которая требует определенных даже усилий, я бы сказала, чтобы слушать, да, но тем не менее. Таких физических или ментальных? Нет, внутренних, наверное, просто сосредоточиться. Но тем не менее, когда человеку начинаешь рассказывать, что такое джаз, начинаешь вспоминать саундтреки известнейшие, которые, ну, как бы джаз создал в голливудском кино, все говорят, вот так я же это люблю. И поэтому мне кажется, что здорово, что за те 15 лет, которые фестиваль существует, и джазовое направление очень сильно, и джазовые музыканты украинские, вот что важно, очень сильно развились. Потому что мы сейчас имеем качественную авторскую джазовую музыку среди украинских джазовых музыкантов. За какой период вот произошел этот скачок? Вот примерно за те же 15 лет. За эти 15 лет, но это немало. Да, но знаете, все-таки для развития общества это и немного, да, все-таки. Ваш прогноз на следующий год, да, количество людей увеличится, и что на это будет влиять? Ну, смотрите, нам бы хотелось, конечно, как любым организаторам, чтобы количество увеличивалось. Нам бы хотелось найти себе поддержку, ну, там, партнеров, спонсоров, для того, чтобы реализовать несколько хороших таких задумок, которые мы там ведем переговоры, иногда переговоры ведутся с музыкантами по 2-3-5 лет. И у нас есть такие, как бы, в наших предложениях. Важно найти возможность их привезти сюда, да. Иногда нам помогают, ну, 3 года подряд, честно. Нам бы очень сильно помогало посольство США, посольство Швейцарии, посольство Израиля, которое помогало и в этом году, да. Ну, это же не обязательно, что они должны каждый год помогать. Значит, надо искать своих каких-то партнеров. Мы ищем их, мы открыты ко всем предложениям, потому что нам кажется, что будет интересный любой проект, который мы готовы предложить. А вообще возможно его вывести на самоокупаемое за счет просто продажи билетов? Или вы не стремитесь к этому? Нет. Не один фестиваль, это я вам говорю абсолютно примерно для всех фестивалей пропорция такая. 30-40% покрывается за счет спонсоров, 30-40% покрывается за счет продаж билетов и 10-20%, ну, в зависимости. Это вот мерч, это продажи там сувенирки и фудкорты, это какие-то дополнительные услуги. Ну, хорошо, вот человек, если решил, мы уже должны заканчивать, вот если человек решил на следующий джаз-фестиваль поехать, что вот он получит за вот купив вот этот абонемент? Ой, он получит массу интересных встреч, отличную атмосферу. Мы недаром говорим, что мы самый атмосферный фестиваль, и все, так сказать, наши посетители это подтверждают. В этом году посетители, например, мы всегда готовим сюрпризы, в этом году посетители смогли стать частью кино. Поэтому какие-то сюрпризы будут и на следующий год. Ну что ж, вот на этой такой ноте будем заканчивать. Приезжайте на «Как ты бель джаз-фестивал» в следующем году. Я благодарю нашу гостю, Лилию Млинаричу. Спасибо, что вы не оставили в оккупированном Крыму такой, ну, атмосферный фестиваль. Ну и чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на UA Крым в фейсбуке. Всего доброго.